Сына и Святаго Духа Из поучений Святаго Иоанна Злопоустова На деяния апостольские Прошу и умоляю Старайтесь не о том только Чтобы приходить в церковь Но чтобы уходить и домой Получив какое-нибудь врачество против своих страстей Чтобы если не от нас То от писаний заимствовать Соответственные врачества Например, предается ли кто гневу Пусть снимает чтением писаний И непременно найдет врачество И в повествованиях Или в поучениях Поучениях и договорится Движение гнева есть падение для человека В Сирах 1.22 Муж гневный неблагообразен притче И тому подобное И еще Человек злоязычный Не утвердится Псалом 139 Также Христос говорит Гневающиеся на брата своего напрасно Матфея 5.22 И пророк Гневаясь не согрешайте Псалом 4.5 И еще Проклят гнев их Ибо жесток Бытие 19.7 В повествованиях В повествованиях Какие, например, слышишь О фараоне Исполнившемся великого гнева Исход Иоцирея В сирийском 4.5 Царств 19.35 Которые потому и погибли Одержим ли кто с ребролюбием Пусть послушает, что нет ничего без закония лихаимца И что самую душу свою он отдает за имущество Серафов 14.1.10 И Христос говорит Не можете служить Богу и мамоне Матфея 6.24 И апостол Корень всех зол Есть ребролюбие 1 Тимофея 6.10 И пророк Когда богатство умножается Не прилагайте к нему сердце Псалом 61.11 И много тому подобного Повествование слышишь о Геезе Иуде, старейшина, книжниках И что дары ослепляют глаза мудрых Второзаконие 16.19 Гордится ли кто? Пусть послушает, что бог гордым противится Притча 3.34 И начало гордыни грех Серафов 10.14 И мерзость пред Богом Пред Господом Всякие надменные сердцем Притчи 16.5 А из повествований знаешь о дьяволе И всех других Вообще Невозможно ведь перечислить всего Уж каждый избирает Ибо из божественных писаний врачества Для своих ран Если не все вдруг То часть сегодня, часть завтра И таким образом очистите все И касательно покаяния И исповедания грехов И милостыни, и кротости, и целомудрия И касательно всего найдешь там много примеров Все, что писано было прежде, написано нам в наставлении Римлянам 15.4 Если жених все для нашего наставления То станем вниматим Как следует внимать Для чего мы понапрасну обманываем себя самих Боюсь, чтобы о нас кто-нибудь не сказал Погубил дни их суе Или та Наши в смятении Псалом 77.33 Кто, слушая нас, отстал от зрелищ Кто отстал от любостяжания Кто стал усерднее к милостыне Я желал бы узнать это И не исчиславие, но чтобы И сделаться ревностнее Видя прекрасный плод трудов своих Ныне же, как я прямой за дело Видя, что дождь, учения Не сходят в таком количестве А нивы наши остаются в таком же состоянии И растения не столько не делаются выше Уже наступило время жатвы Готова веятельная лопата Боюсь, чтобы все не оказались плевелами Боюсь, чтобы всем нам не быть Вверженными в печь Матфея 3.12 Прошло лето Пришла зима А мы сидим и юноши и старцы Держимые своими страстями Не говори мне, я не благодействую Какая польза, что ты не благодействуешь Когда ты сребролюбив Если воробей Хотя не всем телом А только за ногу Будет удержан То он погиб и остался в западне И уже нисколько не помогут крылья Когда удержана нога Так и ты Не пленен благодеянием Но пленен сребролюбием И все же пленен Дело не в том, как ты пленен Но в том, что ты пленен Не говори ты, юноша Я не сребролюбив Может быть, ты предаешься Прелюбодеянию И оттого опять какая польза Невозможно же, чтобы все страсти Овладели нами в одном возрасте Но они разделены И это по человеколюбию Божию Чтобы напав на нас вместе Они не сделались неодолимыми И борьба с ними не была Для нас слишком трудной Какое неразумие Быть не в состоянии побеждать И разделенные страсти Но покоряться им во всякое время Еще гордиться тем, что укращается Не нашим стараниям, но самим возрастом Не видите ли Какое старание и упражнение И труды прилагают возницы Употребляя и хлеб И все другое Чтобы не быть сброшенными с колесниц И влочимыми по земле Видишь, сколько здесь искусства Часто человек взрослый Не может справиться с одним конем А мальчик с искусством Взявший двух коней Легко ведет и управляет ими У индийцев горят Великие звери, страшный слон С великую покорностью Повинуется пятнадцатилетнему отроку Для чего я говорю все это? Для того, что если мы при старании Укращаем слонов и диких коней То тем более можем укращать наши страсти Почему же мы так нерадивы во всю жизнь? Мы никогда не старались приобрести это искусство Никогда в свободное время, когда нет борьбы Не беседовали друг с другом о чем-нибудь полезном Нас тогда можно видеть стоящими на колеснице Когда борьба началась Потому-то мы и бываем достойно смеяния Не говорил я часто Будем упражняться на домашних своих прежде искушениях Мы часто сердимся дома на детей Удержим здесь гнев, чтобы нам легко было Обуздывать его пред друзьями Если бы мы так упражнялись во всем другом То во время борьбы не подвергались бы осмеянию Для других искусств и подвигов Ныне есть и оружие, и упражнения, и старания Для добродетеля же ничего Земледелец не осмелится прикоснуться к винограду Прежде, нежели хорошо научиться земледелию И корчий не станет на корме Пока не сделается С ведущим в этом деле А мы, будучи совершенно неопытными Желаем получить первенство Надлежало бы молчать Надлежало бы Ни с кем не иметь общения Ни делом, ни словом Пока не укоротим зверя, находящегося в нас самих Ни свирепия или всякого зверя Нападают на нас гнев и вожделение Не выходи на площадь с этими зверями Пока не наложишь хорошую узду на них Пока не укоротишь их Пока не сделаешь вручными Не видишь ли тех, которые водят Укращенных львов по площади Какую они получают прибыль И как им удивляются Что они бессловесным животным Произвели такую кротость Но если бы внезапно этот зверь Расверепел То он и разогнал бы всех находящихся на площади И сам водящий его подвергся бы опасности И сделался бы виновником погибели других Так и ты теперь украти льва И потом води его с собой Не для того, чтобы собирать серебро Но чтобы получить прибыль Которой нет ничего равного И действительно Нет ничего равного кротости Которая приносит великую пользу И тем, кто имеет ее И тем, на кого она действует Будем же достигать ее Чтобы совершить надлежащим образом Путь добродетели Нам сподобятся вечных благ Благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом Слава, Держава, Честь Ныне и Присно И во веки веков Аминь Слава, Держава, Честь Ныне и Присно Слава, Держава, Честь Слава, Держава, Честь